Если, друзья, вы задались вопросом о том, как изменить цвет в программе Photoshop, то вы по адресу. Сегодня я расскажу, как изменить цвет футболки на какой-нибудь другой. Это делается очень просто, очень легко, без каких-либо проблем. Ну что, поехали! Итак, у меня есть вот такой чувак в футболке белого цвета, который заготовлен, конечно же, заранее. Фотография двуслойная. У меня есть сам чувак и есть фон отдельно. Для чего это нужно? Этот детал я сделал для удобства. В принципе, фотография может быть абсолютно любая. Хоть это будет банан, например, желтый банан нужно сделать зеленым или каким-нибудь там синим, к примеру. Этот способ тоже подойдет. Итак, с чего мы начинаем? В первую очередь нужно вырезать футболку, которая белого цвета. Я не буду рассказывать о том, как вырезать. Я расскажу сегодня основу, сам принцип. Ну, собственно, что нужно, какой последовательности делать. Буду стараться объяснять максимально подробно. Ну что ж, смотрите. Для того, чтобы выделить футболку, я выбираю инструмент, как он называется? Волшебная палочка. Да, забыл. Выбираю второй вид волшебной палочки. И выделяю таким образом футболку. Но у меня она почему-то выделилась вместе с подбородком чувака. Поэтому я возьму инструмент лассо и аккуратненько, зажав кнопку alt, уберу лишнее выделение. Вот таким вот способом. Накосячил. Вообще, чего я мучаюсь? Можно взять инструмент... Можно взять прямолинейную лассо. И зажав кнопку alt, сделать вот такое нехитрое действие, друзья. Итак, пробежимся по контуру. Посмотрим, все ли у нас красиво выделилось. В принципе... Ну, вот такие мелкие части. Нет, лучше я это выделю. Это не сложно. И это займет немного времени. Вот тут подмышкой у нас косяк. Можно его тоже убрать. Далее. Смотрим. Под пальцем небольшой косячок. Есть контакт. И... Ну, в принципе, все. Если выделение вас устраивает... Вернее, качество выделения вас устраивает, то мы нажимаем клавишу Ctrl-J. Это комбинация дублировать новый слой. Или вы можете зайти в верхнем меню в слои, выбрать новый и нажать скопировать на новый слой. Таким образом, мы вырезали футболку. Что мы теперь с ней делаем? Мы ее скрываем. Она нам пока не нужна. Нам нужно с вами создать корректирующий слой, который позволит нам изменять цвет. Для этого вот здесь, в правом нижнем углу фотошопа, есть вот такая иконка. Мы на нее нажимаем и выбираем цвет. Белый. Давайте попробуем какой-то другой. Пусть это будет красный. Вот красивый красный цвет. Окей. Помещаем его за футболку. Тоже пока скроем. Он нам пока не нужен. Обратите внимание, при создании красного цвета у нас также создалась маска слоя. Для чего она нужна, я сейчас расскажу. Без нее, к сожалению, не получится. Итак, нам нужно маску слоя залить черным цветом. Она у нас сейчас белая. Для этого мы нажимаем на стрелочку на квадратиках, выбираем черный цвет и выбираем заливку черного цвета. Раз. Теперь наш красный фон исчез. Он исчез, потому что черный цвет скрывает. Белый наоборот. Теперь нам нужно выделить футболку и залить ее белым цветом. Для этого я нажимаю, зажимаю Ctrl и нажимаю на иконку самой футболки. Есть. Мы получили выделение. Обратите внимание, у меня выделен слой с маской. Это черный квадратик. Я нажимаю Shift F5 или выбираю заливку. Основной цвет. Окей. Да, забыл поменять с черного на белый. Я выбираю заливку или нажимаю Shift F5. Основной цвет. Окей. Вот что мы получили. Но у нас нет складок на футболке. Куда они пропали? Мы возвращаем нашу футболку, которую мы вырезали. Снимаем выделение. Вот таким вот образом. Просто щелкнув на пустом месте, выделив инструмент выделения. Выбираем слой с футболкой и нажимаем режим наложения. Линейный затемнитель. Вот что мы получаем. Теперь, если мы хотим изменить цвет футболки, давайте пробежимся по нашему, по нашей цветовой палитре. Вот, смотрите, красивый голубой цвет. Вообще шикарный. Приятный тон. Зеленый. Ну, такого цвета, конечно, не будет. Вот красивый цвет. Давайте его оставим вот таким. В принципе, все, друзья. Вы на канале VIP-реклама. Подписывайтесь. Смотрите. Будет много интересного. Пока. Продолжение следует.